Иногда, когда вы пишете довольно длинный скрипт, вы можете заметить, что у вас некоторые фрагменты этого скрипта повторяются. Повторять код не очень хорошо, потому что если вы захотите поменять какую-то идею в этих повторяющихся местах, вам придется менять ее везде. Можно попробовать преобразовать этот код так, чтобы все работало в цикле, тогда вам нужно будет заменять всего в одном месте. Однако это не всегда возможно. В этом случае нам на помощь могут прийти так называемые функции. Функция — это именованная часть, фрагмент кода. То есть ее можно где-то записать, а потом из кода несколько раз вызывать по этому имени. И она будет выполняться во все эти разы одинаково. Давайте посмотрим, как их записывать в bash. Итак, функции в bash задаются следующим образом. Имя функции, его можно написать так же, как и имя переменных, то есть буквы, цифры и подчеркивания. Далее пробел круглой скобочки открывается-закрывается. На следующей троечке фигурная скобка, действие, которое должна делать функция, и фигурная скобка закрывается. Далее в программе вызывать функцию просто по имени. Никаких скобочек уже указывать не нужно, и все действия описанной функции будут вызваны. Это можно сделать несколько раз и в любых местах программы. Главное, чтобы функция была описана выше, чем мы ее вызываем. Функции могут принимать некоторые параметры. Это очень похоже на то, как работает сам скрипт с аргументами. То есть по $1 мы получаем первый, аргумент переданный функцию, по $2 второй, по $0 решетка. Можем узнать, сколько аргументов передано в функцию. В коде мы вызываем функцию по имени и передаем ей необходимое количество аргументов. Кроме того, в функции, естественно, можно задавать переменные. Переменные бывают в них двух типов. Глобальные и локальные. Обычная переменная станет глобальной, то есть ее будет видно как в функции, так и снаружи. В основном в нашем скрипте. И все изменения, которые мы делаем в функции, отразятся и в изменениях снаружи. Локальные переменные видны только внутри функции, поэтому если обратимся к такой переменной снаружи, где-то внутри скрипта, то в ней ничего не будет записано. Как будто бы такой переменной и не существовало. И, наконец, последний момент про функции, которые хотелось бы рассмотреть, это возможность компактной записи. То есть функция была этой короткая, поэтому ее можно записать даже в одну строчку. Указываем те же круглые скобочки, фигурные, но между действиями нужно добавить точку с запятой. После последнего действия точка с запятой также обязательно. Кроме того, компактно можно записывать не только функции, но и другие конструкции. Например, if. Можно не переносить zen на следующую строчку, а добавить просто точку с запятой. Или for. Тоже не писать do со следующей строчки, а добавить точку с запятой после списка значений. Кроме того, даже несколько обычных строк можно записать на одну, если их разделять точкой с запятой. Давайте теперь попробуем смотрим в терминале несколько примеров использования функций. Первый скрипт, который мы посмотрим, содержит две маленькие функции. Они настолько маленькие, что мы записали их в одну строчку. Первая печатает сумму, двух аргументов, вторая – произведение. И вызываем эти функции в основном теле скрипта. Один раз сумму и два раза произведение. Давайте посмотрим, как это работает. Вызываю функцию и вижу корректные выражения. Рассмотрим теперь второй пример, который несколько сложнее. У нас тут довольно большая функция, мы записали ее на несколько строк. Комментариями полезно указать, какие аргументы принимает функция, потому что явно их не видно, и в будущем, когда вы откроете свой старый скрипт, вы можете забыть, что вы подразумевали на вход этой функции. Поэтому комментарии помогут нас помнить. Данная функция создает файлы и принимает на вход имя директории и имя файла. Полное имя файла, которое создастся, будет стоять из имени директории, слэш и имени файла. Первым делом мы проверяем, существует ли вообще путь, который передан первым, то есть путь до директории. Если нет, то мы создадим его при помощи mkdir. Если же он есть, то мы проверяем, является ли этот путь директории, потому что это может быть, например, путь до файла. Если нет, то сообщаем ошибку и выходим с кодом 1. Когда мы дойдем до срочки touch, у нас директория либо уже была создана, либо мы ее создали, либо мы сюда не дойдем, если переданный путь являлся не директорией. Поэтому здесь можно корректно создать файл. Самую функцию будем вызывать в основном в теле нашего скрипта. Это бесконечный цикл while, который каждый раз будет нас спрашивать, хотим ли мы продолжить его выполнение или нет. Обратите внимание на команду read, мы с ней уже знакомы, но здесь мы ее используем в несколько другом виде. Добавляем опцию "-p", и приглашающее сообщение. Кроме того, она здесь считывает не один параметр, а сразу два. Их надо задавать через пробел. Мы считываем dyr name и файл name, и передаем их нашей функции файл-креатеру. Поскольку в нем переменная задана как глобальная, тут нет слова local, то мы ее можем проверить на существовании и напечатать имя файла, которое мы создали. Обратите внимание, что здесь мы записали if тоже компактно в одну строчку. Давайте запустим. Меня спрашивают имя директории и файла. Задам директорию test и файл в ней, файл1.txt. Директория не существовала, поэтому функция написала мне сообщение, что директории не было, и она ее создала. А основное тело скрипта написало, что она создал the file test.file1.txt. Введем yes и попробуем еще раз. test.file2.txt. Поскольку директория test уже была, то мы не увидим этого сообщения еще раз, а увидим только в сообщении основного скрипта. created.test.file2.txt. Ну и давайте попробуем третий раз ввести в качестве первого аргумента не директорию, а конкретный файл. Например, test.file1.txt, а вторым аргументом, не важно, что задать, можно даже его не задавать. Функция проверила, что данный путь не является путем до директории, и вышла с ошибкой 1. Можно в этом убедиться. Обратите внимание, что exit произошел не только из функций, но и из всего скрипта. На этом мы закончим наш рассказ о программировании на языке bash. Естественно, мы рассмотрели не все возможности этого языка, но надеюсь, теперь полученных знаний вам хватит, чтобы писать скрипты самим, или же находить в интернете готовые скрипты и разбираться, что они делают, и адаптировать их для своих задач. Продолжение следует...